Дорогие друзья, вы находитесь в клубе Золотой Тур и сегодня я постараюсь вам показать очень интересный цикл. Я думаю, что в варрестлинге есть очень много интересных упражнений, упражнений которых выполняют разные спортсмены. Я был на тренировках очень интересных спортсменов, и Рустама Бубаева, и Андрея Пушкаря, я видел как тренируется Денис Типлинков, знаю как тренируется Джон Брзен, многие спортсмены с Соединенных Штатов, с Восточной Европы и так далее. На сегодняшний день могу сказать, что в моей коллекции есть практически все возможные упражнения, весь запас того, чего нужно для как начинающего руководства, так и профессионала. Итак, начнем сегодня с такого цикла упражнений, упражнений, которые выполняют спортсмены. Я думаю, что стоит обратить внимание, что в варрестлинге есть, в тренировочных залах есть очень много разнообразного интересного железа. Прежде всего, обратите свое внимание, что не все упражнения, которые выполняют бодибильдеры или другие дисциплины спорта, как бы к нашей дисциплине спорту можно применять. Покажу вам очень интересный снаряд. Посмотрите. Именно вот этот снаряд, можно сказать, гантель, да? Я первый раз увидел в Львове еще в 99-м году вот такую гантелю впервые смастерил и сделал Александр Тюменев, известный руководитель, основоположник украинского аэроспорта, проживающий во Львове. Ну, на то время, в 99-м году, когда я увидел впервые этот снаряд, а Александра Тюменева уже, к сожалению, не было. Но такой же гантелей тренировался известный Гриша Бондарук, Григорий Бондарук, который выиграл первый свой золотой тур. Итак, специфика этого снаряжения какая? Обратите внимание, что гантели имеют необычную ручку. То есть, если... Подойте ближе. Если обыкновенная гантеля, которую делают спортсмены на кисть, например, она чуть-чуть несколько толще, Ну, такие спортсмены, как Рустам Бабаев, естественно, применял бы тоже такую тонкую гантелю, то в данном случае, или это большие пальцы, большая ладонь, вот такой ручки, такого диаметра, то есть 4 сантиметра, предостаточно. Прежде всего, все зависит от расставления внутри. Здесь мы имеем около 20 сантиметров, то есть, практически наша рука может ложиться как вот сюда, так и вот сюда. Важной особенностью этой гантели является то, что блины, блины надеваются через специальный зуб, вот он находится здесь, и она находится не соосно, то есть, не по центре у нас дырочка, а немножко смещена вбок. Когда впервые я увидел эту гантелю, вот такого типа, я сказал, что это самое лучшее снаряжение для проработки кистей. Но, дорогие друзья, поверьте мне, уникальность этой гантели является в том, что она не идет только и чисто для проработки кистей, а для сжатия самого кулака. То есть, когда мы тренируем отдельно пальцы, отдельно кисть, то мы забываем об одном самом важном. Когда мы боремся, у нас не пальцы, в основном принимает весь удар спортсмена, борющегося вверхом на твои пальцы, а именно сжатие руки, то есть, сгибатели пальцев, которые мы не прорабатываем ни подъемом на кисть, ни проработкой самих пальцев. Теперь посмотрите. Вне смеси такая, естественно, для того, чтобы показать. Немного веса, поэтому я вам покажу и продемонстрирую это на гантели несколько меньше. Меньше на морозы. Итак, какую закономерность я увидел в этом упражнении? Прежде всего, моя левая рука делает больше, поднимает вес на кисть, а меньше сжимает на пальцы. В свою очередь, я сжимаю больше на правую руку на пальцы, а меньше подношу на кисть. Я выполняю вот такое упражнение, достаточно нехитрое, но тем не менее, под таким углом. То есть, я выполняю как бы подъем антенни на кисть, удерживая угол, удерживая предплечье до плеча в прямом угле и работаю кистью. У меня, прежде всего, не прорабатывается кисть, а напрягаются сгибатели пальцев. То есть, практически это упражнение универсально тем, что мы большим весом придерживаем угол на бицепсе, напрягаем бицепс. Определенным весом мы можем делать подъем гантели на кисть. А самое важное, мы прорабатываем сгибатели пальцев, которые держат эту гантелю таким образом, что она у нас не скользит вот таким образом. Вот если у нас гантеля появится в таком положении, это значит, что наши сгибатели не держат. То есть, наши пальцы не придерживают достаточно сильно эту гантелю для того, чтобы выполнять упражнение на кисть. Вот. 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 Вот.